Русская служба новостей Сухумская инфекционная больница переполнена. В настоящее время в больнице проходит лечение 43 пациента с коронавирусной инфекцией. Соблюдаются ли в столице правила парковки? Наша съемочная группа пообщалась с участниками дорожного движения. Президент Абхазии Сланбжани 8 октября отбыл с рабочим визитом в Москву. Как сообщает пресс-служба главы государства, Сланбжани проведет ряд встреч в администрации президента России и в правительстве Российской Федерации. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам за 9 месяцев текущего года в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму 2 млн. 336 тыс. рублей при плане 1 млн. 969 тыс. Выполнение составило 119%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила более 367 млн. рублей. Каждый день количество заболевших COVID-19 становится больше. Медики работают на износ, круглосуточно спасая пациентов. Наша съемочная группа в очередной раз побывала в Сухомской инфекционной больнице, где врачи ежеминутно борются за чью-то жизнь. Репортаж Алики Трапш. С начала пандемии общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 28 503 человека. Из них выздоровели 23 370 человек. Летальных случаев зарегистрировано 421. За последние сутки, по данным Оперштаба, коронавирус выявлен у 162 человек. Это свидетельствует о том, что болезнь в республике на спад пока не идет. Врачи в COVID-больницах и днем, и ночью работают на износ, борясь за жизни пациентов. Сухомская инфекционная больница полностью переполнена. По словам исполняющего обязанности главврача Астамура Гуния, практически каждый день с 6 утра начинаются звонки о срочной госпитализации больных. Но места нет. В настоящее время в больнице проходит лечение 43 пациента. По всей видимости, это после праздничных дней, наверное, количество людей, больных резко увеличилось. Реанимация полная. Там у нас 7 коек реанимационных аппаратов. Они все действуют. Вот. Естественно, они все тяжелые. Есть крайне тяжелые. И в отделении, как минимум, около 8 человек тяжелых. Ну, в тяжелом состоянии, в реанимационном отделении, конечно же, более пожилого возраста, после 60 лет. Вот в данный момент. Было время, когда у нас там лежал и 22-летний молодой человек. Вот. Но в данный момент, да, больше 60 лет. В отделении есть, конечно, люди более молодого возраста и в районе там 30-35. Количество заболевших ковидом с каждым днем увеличивается. Врачи отмечают, что 90% пациентов, которые находятся на лечении в инфекционной больнице, болеют новым штаммом дельта. Астамур Гонни отметил, что методы лечения кардинально не изменились. Но течение болезни проходит сложнее. Если мы раньше биопрепараты, вот эти вот актемры и все остальное вводили однократно, и практически этого было достаточно, сейчас другая картина совершенно. Как минимум два раза их приходится капать. И иногда даже от этого эффекта нет. И три раза приходится капать. Вот так кардинальных изменений нет. Ну, мы сами тоже тут пытаемся вводить и пробовать разные методы лечения новые. Какие-то там одну из групп препаратов, вот сейчас мы ввели сами, вот пытаемся вот этим вот лечить, вроде бы есть какой-то эффект. Круглосуточно в инфекционной больнице дежурят двое врачей. Днем находятся еще двое. Также заведующие отделением и главврачи делают ежедневный обход. Проблем с нехваткой рук в больнице нет. Медучреждение обеспечено необходимыми медикаментами для лечения больных, за исключением отдельных препаратов. Кроме биопрепаратов, сейчас которые на слуху, вот все население как бы сломя голову ищет, это актемра, артлегия биопрепараты, вот. Частично, насколько это возможно, нас снабжает государство, Минздрав, не в полном объеме, конечно. А все остальные препараты, там очень много еще других и дорогостоящих, всем остальным обеспечены полностью. Соблюдение мер предосторожности и обязательная вакцинация. Именно эти факторы позволят улучшить эпидемиологическую ситуацию, убеждены медики. Между тем, процесс вакцинации проходит достаточно вяло. По данным Минздрава Абхазии, на сегодняшний день спутником лайт провакцинировалось 2998 человек. Когда люди заболевают, они нам доверяют свою жизнь, своих родственников и приходят к нам, когда заболевают. А когда мы говорим, что надо прививаться, почему-то этому они не верят. Вот такое парадоксальное какое-то отношение к этому. В разы уменьшается вероятность заболевания, в разы, это раз. И переносимость смертельных исходов практически у привидных не наблюдается. Совершенно маленький процент. В данный момент у нас лежат 3 человека после прививок, двух компонентных, двое после двух компонентных, и одна больная после однокомпонентного. Ну, как бы... Это очень болезнение легче, да? Да, конечно, легче проходит, естественно. Медики призывают не нарушать санитарно-эпидемиологические предписания, чтобы обезопасить себя и окружающих от инфекции. Ношение масок, мытье рук, отказ от посещения массовых мероприятий по-прежнему являются основными методами безопасности. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева с юбилеем. В поздравительном адресе Аслан Бжаня поблагодарил Рашида Нургалиева за личный вклад в развитие тесного сотрудничества между Советами безопасности Абхазии и России. Российская Федерация была и остается надежным гарантом безопасности и стабильности в нашем регионе, говорится в поздравлении главы государства. Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили главному редактору новой газеты Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Ресса. Церемонию объявления проводил норвежский Нобелевский институт ВОСЛА. Муратов стал третьим россиянином, удостойным этой награды. Ранее ее получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев. Нобелевская неделя началась 4 октября, уже известный обладатель наград по физиологии, физике, химии и литературе. 11 октября объявят последнего победителя по экономике. Премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Лауреаты получат диплом, золотую медаль и денежную премию в этом году. Это 10 миллионов шведских кронов. Если несколько лет назад автомобильные пробки и заторы в Сухуми были редкостью, то сегодня, чтобы вовремя добраться до места назначения, надо обязательно учитывать ситуацию на дорогах. Конечно, немаловажную роль здесь играют ремонтные работы и различные аварии. Но припаркованные в нарушение правил машины создают движению серьезную помеху. Насколько соблюдаются в столице правила парковки? Наша съемочная группа пообщалась с участниками дорожного движения. Репортаж Эсмегуланзе. В последние годы загруженность автомобильных дорог в Сухуми значительно выросла. До огромных пробок, как в мегаполисах, дело пока не доходит. Но небольшие заторы по утрам – уже привычное явление для столицы. Причин этому множество. Возросшее количество машин, дефицит парковочных мест, узкие дороги, нарушение водителями правил дорожного движения и многое другое. Приезжие часто отмечают, что у местных водителей, к тому же, своя особая манера езды. Мы из России, и пока что ваше движение нам кажется тяжелым. Да, и плюс очень такой важный момент, что многих светофоров у вас не видно. Они в ветках, и бывает то, что неожиданно появляется зеленый светофор или красный. А как насчет парковок? Удобно ли? Есть ли места? Ну, сейчас комфортно было запарковаться. Проблем не возникло. А какие проблемы именно на дорогах? Особая манера езды у водителей? Да, манера езды. Не совсем понятная. Очень резкая. В плане перестроения. И постоянно машины обгоняют и объезжают со всех сторон. А между тем, наши водители чаще всего жалуются на дефицит парковочных мест. Хаотично разбросанные машины возле учреждений, плотное движение вокруг людных мест. Этими картинами уже никого не удивишь. Невозможно. Это просто какой-то ужас. Кроме того, что как я на рынок заезжаю, у меня сердце кровью обливается. А про парковку вообще нужно забыть. А вы платной парковкой пользуетесь? Пользуемся, когда есть возможность, когда есть место там. А так приходится искать? Да, по два раза круги. Проблемы с парковкой есть, потому что сейчас очень много машин по городу. И учебный год как бы вот. Тяжело с этим, конечно. Вы пользуетесь платными, бесплатными парковками? Как получится. Как получится. Ну какое самое загруженное место, на Ваш взгляд? Куда невозможно пробиться там утром? Ну вот полокоба. Вот утром, когда едешь, рабочий день с 9 утра начинается, с полдевятого. Вот тогда очень перегружена сторона рынка, естественно, очень перегружена. Даже при наличии парковочных мест водители порой оставляют автомобили, где попало и как попало. Умудряются парковаться на тротуарах и пешеходных переходах, загораживая проезд и обзор на перекрестках. При этом зная, что нарушают правила дорожного движения. Много тех, кто нарушает? Да, очень много. А вы нарушаете? Бывает. Иногда. А это, например, что там? Поворотник не включаете? Или какие именно? Да, да. Не включаю поворотник иногда. Забываю. А так все нормально. А на скорости высоко ездите? Бывает, да. А как думаете, вообще нужно это в нашем городе? В нашем городе нет. Не нужно это. Бывает, что же с нарушителями сталкиваетесь на дорогах? Бывает. В основном... Очень много их. Очень много. И в основном, ну, люди не знают, которые приезжают, и все. В основном все нормально. А вы сами не нарушаете? Вообще бывает. Ну, что, например, можете нарушить? Многое иногда бывает. Бывает иногда. Иногда приходится нарушать. Конечно, среди горожан есть и законопослушные, строго соблюдающие правила дорожного движения. С той стороны знак запрещает остановку. В любом случае. Не высадка пассажиров, не остановка. Вообще остановка транспортного средства на той стороне запрещена. Здесь до трех минут разрешена именно остановка, но не стоянка. Больше трех минут уже считается стоянка. Дальше происходит, вот знак дальше стоит. Именно тот, как вы говорите, остановка. Даже останавливаться запрещено. Я поехал, извините. Вы не в автошколе работаете случайно? Почти. В городе есть парковки со специально отведенными местами для людей с ограниченными возможностями. Есть улицы с отмеченными и бесплатными местами для парковки автомобилей. Как, например, у театральной площади. В столице также есть места, где ведется постоянный контроль за дорожным движением. Наша задача здесь, чтобы не крутили машины, чтобы не было агрессивной езды. И чтобы соблюдали правила парковки. На этой стороне парковаться запрещено? На этой стороне парковаться запрещено, да. А в случае нарушений как вы поступаете? В случае нарушений мы вызываем сотрудников ГАИ и они убирают эти машины. Ну, в основном граждане у нас законопослушные или нарушают? Да нет, в основном мы просим и они переставляют машины. Рынок – одна из самых загруженных точек столицы. Здесь парковка платная. Прямо на дороге стоят парковщики. По их словам, первые 15 минут стоянка бесплатная. Дольше по времени – 30 рублей, даже если машина стоит больше часа. А вот здесь места для инвалидов, они бесплатные? Да, для инвалидов везде бесплатные. А как вы контролируете, что это вот именно человек-инвалид подъехал? Сказал, на слово верим. Сейчас я же не буду дать документы, дуэты. На слово. Сейчас инвалиды, которые не инвалид войны, он, я думаю, стыдно же говорить, что я инвалид войны. Я на это рассчитываю. Когда, в какое время больше всего машин? Выходные, наверное, да? Там всегда здесь. Не хватает места даже. Сколько стоит парковка? 30 рублей. Вы что-то даете водителям? Вот они вам 30 рублей, а вы им взамен? Взамен я сейчас, в данный момент, мы ничего не даем, потому что у нас чеки сделали государство. Это государственный объект. Чеки нам дали, и чеки вот эти я таскал туда-сюда. А люди не берутся? Не берут наши, да, мы друг друга знаем, и никто не берет. Сейчас иногда я карманы имею, чтобы для русских. Ну а как тогда контролировать количество тех, кто припарковался? Мы не считаем количество. Скажите, а если вот на этом участке, который вы контролируете, вот человек припарковался, и какое-то ДТП за это время произошло, кто отвечает за это? Никто не должен. Мы-то смотрим, но это не стоянка, это парковка. Вот на стоянке, если что-то случилось, он уже в ответе. А вот так здесь нет. Сама парковка тоже принадлежит Сухумскому центральному рынку. Подробную информацию о владельцах парковки нам выяснить не удалось. Очевидно, что дорожная ситуация в республике непростая. Однако необходимо понять простую истину. Культура вождения зависит от каждого из нас. С наступлением холодов возрастают нагрузки на энергосистему. Однако ситуацию нельзя назвать катастрофической. Об этом в интервью Абхазскому телевидению сказал исполняющий обязанности генерального директора РУП Черноморэнерго Тенгиз Гирджинба. На сегодняшний день ведутся работы, чтобы население не осталось надолго без света. Так, в течение четырех месяцев из средств госбюджета приобретено и установлено 60 новых трансформаторов. По мере возможности ремонтируются подстанции. Смотрите интервью с Тенгизом Гирджинба в рубрике Амшекшара Яцу сразу после новостей. В пятницу, 8 октября, на несколько часов в связи с ремонтными работами были отключены некоторые фидеры на подстанции Сухумадин. Без подачи электроэнергии остались районы рынка, депо, военкомата, вокзала, пивзавода и школы-интерната. Напомним, что данная подстанция серьезно пострадала во время пожара в прошлом году. Восстанавливаем все по чуть-чуть. То есть, вот половина здания мы огородили и сделали ремонт здания. И сейчас вот переносим габеля на ту часть, где уже отремонтировано, и ту часть, вот маленькая часть осталась восстановить, ее будут восстанавливать. И для этого сегодня вот это отключение, но это не весь город, это район рынка, вокзал, депо. Маленькая часть маяка осталась сегодня без напряжения до часу дня. Это все для того, чтобы перекинуть габеля силовые на вот эту часть новую, которую мы уже восстановили и произвести там окончательный ремонт. Экзаменационной комиссией судей Республики Абхазия принято решение о проведении дополнительного квалификационного экзамена на должность судии. Экзамен назначен на 9 декабря 2021 года и состоится в 11 часов в здании Верховного суда. Граждане, желающие сдать квалификационный экзамен, могут подать заявление в экзаменационную комиссию. Прием документов прекращается за 10 дней до даты проведения экзамена. Под дополнительным вопросом обращаться по телефону 770-94-65. Завершилась плановая проверка деятельности Госуправления лесного хозяйства на предмет соблюдения природоохранного и иного законодательства Абхазии, сообщается на сайте Генпрокуратуры. По результатам проверки выявлены нарушения лесного законодательства. Директорам всех лесхозов объявлены выговоры и даны указания письменно отчитаться об устранении недостатков указанных в представлении прокурора. Сообщается также, что проведена проверка предприятий по разливу минеральной и питьевой воды, соблюдение ими санитарных норм и требований соответствия продукции требованием ГОСТа. По ее результатам внесены представления главврачам СЭС Гагрского, Гудаутского, Гулыривского, Ткуарчалского районов и города Сухума о нарушениях законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По результатам проверки деятельности института ботаники директору института внесено представление о нарушениях в сфере природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства Абхазии. 8 и 9 октября в Сухуме в рамках 19 фестиваля Хибла Гирзма приглашает состояться два сольных концерта Примадонны мировой оперной сцены народной артистки Абхазии и России Хибла Гирзма. Концерты проходят на сцене русского театра драмы имени Фазилия Искандера, концертмейстер Екатерина Ганелина. Фестиваль был запланирован на август, однако из-за неблагополучной эпидситуации его пришлось перенести на более поздний срок и изменить программу. 11 октября в Галле состоится матч 17-го тура третьего этапа чемпионата Абхазии по футболу сезона 2021 года. Встречаются галский самурзакан и ткуарчалский шахтер. Начало матча в 15 часов 10 минут. Напоминаем, что прямую трансляцию всех матчей можно смотреть на канале Абхазского телевидения, в Система Спорт и в соцсетях. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению гидрометцентра, в выходные дни 9 и 10 октября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9-14, днем 19-24 тепла. Температура морской воды плюс 20. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Абхазия 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 Продолжение следует...